Март. Лишь тот, кто долгих дней унынье зимы холодной пережил, способен радоваться ныне, когда весенний час пробил, и пусть пока еще сокрыты под снегом спящие луга, но небеса уже открыты восторгом света и тепла. Здравствуйте, меня зовут Виктор Бзеевский, рядом со мной известный российский джазовый и фьюжн-виброфонист, композитор, аранжировщик, руководитель группы «Первое солнце» Владимир Головухов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуй, или здравствуйте, и, конечно же, здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. Наверняка и у многих идея музыкального календаря вызывает устойчивую ассоциацию с временами года Петра Ильича Чайковского, или же, может быть, даже с временами года Антона Вивая, Антонио Вивальди, конечно же. Это им мы должны быть благодарны за зашедшее на вас вдохновение? Так неловко как-то говорить, что вот я тоже хотел встать в один ряд с замечательными представителями мировой музыки. Мой диск называется «12 месяцев». 12 месяцев. Смея надеяться, что такого названия все-таки не было у Антонио Вивайзи. Времена года. Времена года, а у меня 12 месяцев. Думаю, что это не единственное различие. Вообще, я считаю, что каждый художник, будь то музыкант или живописец, или поэт, он рано или поздно приходит к каким-то классическим формам воли изъявления своего творчества, которые дают ему ощущение того, что такое время, что такое развитие. Он все равно находится в потоке с общим мировым течением жанра. Не случайно, скажем, голландские художники, изображающиеся библейские сюжеты, они ориентировались на современность. И костюмы, интерьер никаким образом не связан с арабейскими интерьерами, не связан с теми людьми, которые населяют Ближний Восток. А это именно то, что для них актуально. Точно так, что у меня альбом «На Смисс» – это моя собственная современная реакция на то, что всегда волнует всех людей. Это наша жизнь, время, в котором мы проживаем, и наши эмоции по поводу вечного, удивительного спутника нашего, природы. Каждая композиция альбома «12 месяцев», разумеется, предваряет небольшая интерлюдия стихий вашего собственного сочинения. Они также являют, ну, задают в некотором смысле тонусе и последующей пьесе. Это очень интересное, приятное и крайне необычное нововведение. Расскажите, а как вы пришли к этой идее? Идея со стихами. Я без всякого кокетства заявляю, что я все-таки не поэт, тем более не чтец. Судя по тому, что слушал, он мне сегодня поспорил. Мне очень понравилось. Спасибо. Но они, ну, как вам сказать, это дневник определенный. Я почувствовал дневную свободу. Свободу из-за того, что... Я почувствовал право быть таким, каков я есть. Это не сразу пихо. Может быть, хочется кому-то подражать когда-то. Находишься под каким-то влиянием. А вот тут была возможность. Ну, он говорит, ну, сделай то, как ты считаешь нужным и возможным. Я набрался наглости. Я не знал, что написал стихи, но я их сам их еще записал. И пригласил музыкантов, которые я очень люблю. И такое тенговое разнообразие обязательно в такой минималистическом контексте. Трио. И месяца. Трио. Вот. И мне просто показалось, что на момент создания этого диска я получал большое удовольствие. Удовольствие для всех своих целей. И как поэт, и как чтец, и как композитор, и исполнитель. Вот такое вот. Ну, согласитесь, что это достаточно необычно. То есть это, можно сказать, что это тонная нотка авангардности. Нотка чего-то нового, нотка чего-то свежего. Это не складывается, не укладывается в привычный нам шаблон музыкального построения, музыкального изложения. Это очень необычно. У вас, может быть, точнее, мне интересно, может быть, вы видели у кого-то что-то похожее? Или же, я не знаю, у вас это просто осеннего ночи. То есть эта идея, она изумительная. То есть она изумительная с той точки зрения, что мне кажется, что вообще стоит, как можно чаще, декларировать такие вещи, декларировать стихи в музыке. Ну, во-первых, огромное спасибо вам за теплые слова. Мне это было очень приятно. Я не могу сказать, что я привыкут об этом плане новатор. Я скажу совершенно откровенно, нечто похожее, подслушивая, подсмотряя Алексея Семеновича Козова. Вообще, я считаю, что этот музыкант, удивительный музыкант Сашин, он намекомендовал очень много вариантов для развития. И чтобы я вам, честно, не предупреждал, куда бы ни рыпался, я знаю, что, ровно так или иначе, он как-то состыковывается с разным периодом в обществе Алексея Семеновича. И да, я очень уважаю этого музыканта и считаю, что это большое очень явление, большой подарок для нашего искусства. Такая личность. И я никогда не говорю, что я такой вот самобытный, нет, конечно, влияние есть, безусловно. Я не сказал. Алексей Семенович для российского джаза, как Чарли Паккер для американского. Вы знаете, у Алексея Семеновича, но это же другая немножко тема, он, так называемый, последователь более мелодичного, скажем, лос-анджерского такого котла. Если, скажем, мы можем говорить о Чарли Паркере как о таком нью-йоркском представителе, пропуске, мне кажется, что, на мой взгляд, Алексей Семенович ближе к такой вот эстетике. Кул-джаза. Да-да-да, аристократическому такого вот лос-анджерского направления. Но я боюсь, что это немножко очень объемная тема. Грубая сажда. Да-да-да. Скажу, не Чарли Паркер, ликонец или Бумбл Эзбот. Мне показалось, что в вашей музыке присутствует много образов, диалектики, мифологии, аллегоризма, сказки, конечно же, и отсылок к славянскому фольклору. Я прав? И можем ли мы сказать, что это русская музыка? Для меня, конечно, было большой гордостью и честью, если это будет восприниматься как русская музыка. Я бы очень это вот то, что хотел. Я живу в мире, я живу в России и очень люблю свою страну, очень люблю людей, которые живут рядом со мной. Я очень люблю природу и, конечно, все это впитывается. Мне очень нравится русская архитектура, мне нравятся совершенно удивительные, удивительные волшебные композиторы, которые создавали свои произведения благодаря русской природе, благодаря определенному быту, укладу. И в этом плане, конечно, я очень восприимчив и дышу этим. И если это сказывается в музыке, это не то, что я как-то специально делаю, это естественно. Я хотел бы тешить себя надеждой, что я представитель русской музыки. Не важно, там, джаз, не джаз, фьюжн. Я питаюсь тем, что делали до меня русские музыканты. И я горжусь этим. И раз уж мы заговорили про русскую музыку, во время одной из наших бесед, совсем недавно, мы обсуждали с вами современную инструментальную музыку в России. Как вам кажется, на сегодняшний день у этого, можно сказать, абстрактного организма, есть ли свой язык, собственное узнаваемое в мире лицо? Что касается в мире, мне трудно сказать, потому что мы достаточно изолированы. И не только сейчас. В целом, про нас фактически ничего не знают. Но если не знают, то в основном мы должны, как правило, быть в определенном формате. Ну, скажем так, лучшая похвала из, скажем, западного импресарио или слушателя, о, это второй, там, не конец, или это второй, ну, просто там, второй Бадди Рич, там, или третий, по оценке кого-то. У нас, кажется, тоже. Да, да, да. Но, вы понимаете, у нас очень много замечательных профессионалов. Русские джазмены, в общем, я считаю, что, на мой взгляд, одни из лучших в мире. Это касается и школы, и касается современной, например, популяции музыкантов. Удивительность совершенно оснащена и профессиональная, и информация. Много очень информации, которую они впитывают, которая дает им возможность развиваться семимильными шагами. Все это так. Все это так. Но вопрос очень часто, к сожалению, становится в тупик, когда творчество становится серокопиальным. Многие очень боятся быть своим самым, хочется быть мечты об Африке. Мы хотим делать, как в Африке. Мы хотим, чтобы это было, как Шотланд, и чтобы вот эта вот кельтская трехдольность торжествовала и так далее. Мы хотим, как американцы, как нью-йоркские музыканты. Мы знаем, что они играют в клавиуме, но мы при этом... В этом нет ничего плохого. Исчезает главное. Исчезает определенная самобытность. И такая вот литросакраментальность. Ведь ты все, что родился на этой планете, на этой земле. Это гораздо интереснее. Знакомиться с тобой, как с представителем этого культурного ряда. Ну, это прямой взгляд. Конечно, я хочу. Очень много хорошего молодого. Ничего не могу сказать. И я думаю, что рано или поздно приходит такой момент, когда кто-то хочет сделать свое и неподражаемо. У нас ничего, что нужно опасаться. Это сектальность. И все, кто любит любого, и все, кто любит джаз-рока, и ревностно я рухи не подам. Какой-нибудь джаз-рок, и фьюжн, барабанщик. Потому что он не может играть. Хороший свинк. Да, свинк. О чем вы говорите? Да, есть такая проблема. И какой там скрябин. Какой там может быть мусоргский. Какой может быть гречанинов. Это все старье. Нужно играть как можно более быстрее. Возможности и более пугающие созвучия. Вот. Это очень категоричная позиция. Да, ну мы поймем. Интересно, что все иностранное, вся иностранная музыка, американский джаз, африканские барабанщики, бразильские конкурсионисты, у нас это воспринимается нечто невероятное. Нечто, что нужно постоянно повторять. А как создать, сотворить что-то новое, что-то свое, и сделать так, чтобы в мире это повторяли, это уже не так сложно. Причем на Западе, например, то, что идет на России, далеко не воспринимается как лучшее. Почему же у нас все иностранное воспринимается как лучшее? Знаете, видите, я, опять же, не краскуюсь, могу сказать, что такой факт интересный достаточно. Совсем недавно отмечалась не помню сколько лет Гастинюхов в Нью-Буде и пригласил туда многих звезд. Там была Барбара Стрезен и Лаза Миннелли, и Роббара Денир. В общем, сядутся, и там была одна девушка, которая, ну, я же, это другая из других, но попала на супруга одного из друзей юбиляра. И там показывали слайды красивые, показывали фотографии книги, ну, когда было как-то построение, чтобы не только какие-то агрессивные животные сделать. И показывали слайды, про нашу природу, про то, как живут люди, и сопровождались сейчас записью музыки Первого Стрезенца. Мы же Первого Стрезенца. Это произведение? Да. И вот, как ни странно, то, что мы делали, приняли очень большой интерес, оживление. И вот, в частности, вот и Барбара Стрезенка, ну, очень положительная мать, еще хотела получить диск, да, и зашла на наш сайт, ну, что-то такое необычное, как-то очень интересное, еще, как вы говорите, образно. Я почему-то, потому что, если отталкиваться от того, что здесь, от самобытности, это всегда вызывает, конечно, интерес. И еще, я бы сказал, это определенный такой мист, нужно, не от чего отгораживаться. Если хочется читать стихотерин, ты чувствуешь, что здесь это необходимо, значит, что-то нужно сделать. Если ты чувствуешь, что это произведение, ну, нужно использовать гармонию без ноны или без терции, надо это сделать. И не бояться, что это будет какого-нибудь замшалого классика. Одной музыки и даже стихов порой недостаточно, чтобы добиться максимального погружения слушателя в суть транслируемых образов. Я знаю, что на своих выступлениях вы стараетесь добиться обстановки почти театрального спектакля. Это включает и тонкую работу со светом, со звуком, конечно же, определенный способ конференцирования. Насколько важны для вас эти нюансы и есть ли места, в которых вам нравится выступать больше всего? Что я могу сказать? Я вообще очень, как ни странно, неуверенный человек в себе и очень долгое время не решался вообще говорить со сценой. Мне казалось, что музыки вполне достаточно. Ну, как-то так получилось. Один раз я произнес речь, даже не речь, а просто свое ощущение того, что вот хороший зал, хорошие люди собрались. И вот так бывает редко. И вот ребята в группе Первого Солнца сказали, что, слушай, ну давай, может быть, тогда как-то это чаще, потому что... Давайте, да, говорить. Я, кроме того, еще мой знакомый, хороший друг детства, сейчас мы с ним общаемся, священник Патриниакон, отец Алексея, он послушал музыку, говорит, музыка тебе как-то не очень, а вот когда ты говоришь о чем-то, начинаешь это рассказать, гораздо интереснее. Имея в виду, что русский, да, вот он логоцентричен, логоцентричен. И если ты хочешь, чтобы твоя музыка быстрее находила путь к сердцу слушателя, конечно же, нужно использовать все возможности для того, чтобы, ну, помочь человеку вырваться из суеты будней, из своих каких-то привычных окружений, ассоциаций, мыслей, которые вертятся в голове, нужно помочь. Сейчас, конечно, не волнуйся я, прежде чем мы начнем играть, я объясню, что я хотел. И я объясню, может, может быть, это поможет разобраться вам самим, своих собственных эмоций. Я был на одном из ваших концертов, как раз ансамбль «Первое солнце», было очень много людей. И первое, что я увидел, это, точнее, услышал, это даже не музыку, мне показалось... Вот я зашел в клуб и оказался в совершенно другом месте. То есть это было как и не я. И в клубе царило абсолютное доверие. Публика вам доверяла. Доверяла вам, доверяла им рассказывать, доверяла им играть эту музыку. Это вот редкий случай, я не знаю, это вещь почти эфемерная, она почти неуловимая. Но вот когда есть доверие из зала, доверие восприятия, доверие своего слуха, своей души. И вот этот вот контакт, а вот на самом деле был контакт между вами и публикой. Я помню, что по мне же мурашки пробежали, мне невероятно это понравилось. Как вы этого добиваетесь? Вы просто говорите и чувствуете то, что есть в эту секунду? Мне кажется, что на эту тему в свое время очень хорошо сказал Армен Джигарханян. Он говорит, что я могу быть до конца искренним и предельно открытым только перед своей кошкой. Я к тому, что я, наверное, до конца открытым и искренним могу быть только перед самим собой. И для меня, например, нет разницы, общаюсь я с вами. Вот это в таком вот помещении достаточно таинственном каком-то состоянии. Для того, чтобы слушатели поняли, здесь темный-темный пустой зал. Это все напоминает, наверное, какой-то невероятный подвал. И здесь горит несколько ламп, которые бьют на стол. И вот все остальное темно. И у нас, я даже когда зашел, я сказал, Владимир, у нас такое ощущение, что не интервью, а какой-то допрос в МКВД. Да. Так вот, хотите вы того или нет, но вот я сейчас общаюсь сам с собой. Вот я вижу у вас самого себя. Как если бы я вот сидел и общался. И поэтому каждый человек, каждый зритель в зале, хоть сто тысячный, хоть двадцати человека, вместимый, это какое-то отражение моих собственных граней. И я общаюсь с собой. Так как я сам с собой стараюсь быть максимально откровенным и открытым, и принимать то, что есть, и с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но не закрывать глаза, не рисоваться перед самим. Ну, такой я, да. Мне кажется, что, да, может, этого не хватает, определенной честности, не знаю даже. Мне это очень интересно. Мне очень интересен я сам. Я даже до конца не знаю, кто я такой, понимаете. Я вот пытаюсь вести дневник иногда, замечаю какие-то, я напишу одно, а потом раз, совершенно другое противоположное. Боже мой, да кто же во мне там сидит. Это очень интересно. Это уж такая, ну, не психиатрия, конечно, совершенно, наверное, уже другой пласт, который достоин собственного освещения в соответствующих профильных передачах. Вот она, значит, какая-то. С медицинским подтекстом. 18 февраля должна состояться презентация вашего дуэтного альбома с Патриком Бебелааром «Высоко в облаках». Это событие в некотором смысле омрачнено быстро ухудшающейся политической ситуацией между Россией и Евросоюзом. Все-таки Патрик, он из Германии. Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем сотрудничестве с Патриком. Где заканчивается реальная политика и начинается подружение в настоящее искусство? Вы знаете, я не ощущал какие-то политические разногласия. Может, потому что я достаточно как какой-то камень на сочинском пляже, такой-то весь без особых углов. То есть у меня сложно за что-нибудь зацепить и поволочь, и сказать, что давай выяснять отношения. Как-то я мыслю другими немножко категориями. То, что происходит сейчас, мы можем оценить только спустя какое-то время. Может быть, в этом есть удивительное лекарство, пускай горькое, но и лекарство. Может быть, действительно только так необходимо вывести нашу страну на какой-то другой уровень совершенно. Ну, вопрос философский. А что касается Патрика, я почувствую рабство. Я послышал сначала, не писал, я как охотник взял веселки, залег и стал наблюдать за происходящим. Я отошел на его страничку, послушал одну его композицию, вторую композицию. И подумал, батюшки, а хоть и германец, а душа-то мосславянская. Вот оно значит. Да, да, да. Вы ему это говорили? Я ему сказал, и он подтвердил. Он говорит, а ты знаешь, я все с его детства привел под русскую музыку. У него отец страстно любил русскую музыку, русские романсы. Я читал, он играл на гитаре. Да, 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 да. Играл на гитаре, он пел его песни. И для него Россия, а более того, тетушка Патрика, была ратоничка, очень верующая, она ездила в Советскую Россию и привозила Библию, пыталась заниматься миссионерством среди коммунистического бюджетства. Не знаю, получалось у него что-то, нет, но то, что вот такая какая-то духовная связь с Россией, она прослеживается. Это очень глубокое уважение к русской литературе, к русской музыке. Причем, ну, насколько я знаю, Патрика, его любимый композитор, это Малер и Библиховин. Ну, Малер, сам уж не нахрене. Да. Да, ну, вот, и тем не менее, он прекрасно ориентируется русскому классическому музыку. Очень любит Шостаковича, Прокофьева, конечно же, Травинского. Вот, и это все равно какой-то печаток, не только на его эмоциональной сфере. Вот, знаете, как вот армянских, очень, армянских хачкар, да, хачкар называется? Хачкар. Ну, это изображение крестов или даже каких-то вот таких элементов связанных. И сколько бы их ни было, они все украшены богатой вязью. Но ни один их хачкар не повторяет другой. Каждый раз, сколько их существует, их, не знаю, десятки тысяч, сотни, мастера вроде и со стороны кажется что-то похожее. Нет, 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 нет его похожего. Для мастера всегда важно что-то сделать свое. И вот в этом плане, я думаю, что Патрик Николаевич никогда, даже мы ему записывали альбом, никогда похожи, ни одного такого уже в точности пассажа. Все время, все время, после времени, и вот это мне очень симпатично, мне это очень близко. Действительно, человек вибрирует и живет настоящим. Вот здесь и сейчас меняется как такой вот чувствующий, пульсирующий такой вот организм на то, что происходит внутри него, тоже очень взгляд внутрь себя. Ну вот и мы с ним общались, говорили о том, как живут джазовые музыканты в Германии, какая молодость, кто ходит на концерт, вообще какая музыка. И я вам скажу, что я, например, от милых иллюзий избавился. Есть такое ощущение, что Запад, там звезды. Я могу сказать, что Запад очень рад. Да, если ты звезда, если у тебя хорошие, так сказать, налаженные связи с импрессарием, но джазовая музыка переживает, в том числе, на Западе, на самые радостные времена. Еще одна есть вещь. Я вам скажу, что проникольство в Германии действительно поддерживает культуру и искусство. Но поддерживать таким образом идут инвестиции, поддержка на так называемую современную музыку. А современная музыка, ну та, которая поглощает инвестиции, на мой взгляд лично, она очень алгебраичная. Это какой-то вот перепев, что так хаос, но вот эти вот в области вот таких вот... То есть это вангард. В Германии очень это развиты. Вангард какая-то такая вот жестковатая связь. Нет, но он все-таки у них зародился, там начинал творить Шонгберг. Безусловно. И не за тем, что... Нет, это... Но ведь должны свистеть все цветы, если мы говорим о культуре, а не только те цветы, которые... То же самое, что у нас. У нас джаз относительно, например, классической музыки, или, я уже не говорю, там, о других популярных направлениях, направлениях, находятся скорее в таком ущемленном состоянии. У нас все-таки преобладает классическая музыка. У нас народная музыка. Народная классическая музыка. То есть это, ну, в некотором смысле это нормально. Другое дело, что нужно поддерживать просто все новое. Все новое, интересное и великолепное. То есть в этом смысле филоритов, мне кажется, быть не должно. Вот, подтверждая то, что вы сказали, действительно, любые жанры хороши, по-моему, скучно. То есть есть несталанты, яркое проявление. Конечно же, должно быть в поведении культурных чиновников. А что нас ожидает 18 февраля? Что это будет за нужно? 18 февраля. 18 февраля у нас будет концерт, дуэтный концерт в клубе Алексея Симонича Козлова вместе с Патриком. Мы будем играть 12 пьес, может быть, 13, 12, скорее всего. А может, лучше 13? Лучше 13. Хорошо. Мы так вот разделили пополам. Мы играем половину моих произведений. И половину его. И половину его. Они перемешаны или же по отделению? Они будут перемешаны. Я думаю, что они будут перемешаны. Да, и точно так же будем путешествовать по разным стилям. Некоторые вещи решены в боповской манере. Некоторые пьесы напоминают саундтрек к мультипликационным фильмам. Что-то, может быть, какой-то цитат из классического музыкального наследия. В общем, это очень интересно. Я просто вот жду встречи там, потому что всегда в этом, в таком дуэтном музицировании узнаешь что-то о себе. Узнаешь что-то о своих возможностях. Я очень надеюсь, что зрители, которые придут, получат именно то, для чего, собственно говоря, и создается музыка. Непосредственно общение и радости, эмоции. Какие-то интересные взаимопроникновения музыкальные между публикой, и выступающими. К тому же, немножко другая, ну, скажем так, школа. Да, вот все-таки Патрик – это представитель европейского джаза. Тоже это достаточно интересно, очень самобытно и необычно. То есть, не каждый день такое услышишь. Кстати, хочу сказать еще вот о чем, на мой взгляд, достаточно заслуживающего внимания. Пятого марта, пятого марта у нас будет премьера. Премьера в удивительном месте и удивительное будет мероприятие. Малый зал, театр Ермолый. Олег Евгеньевич Мельшиков предложил нам выступить. И, ну, нам это, имею в виду, сейчас уже не дуэтную программу, что, к сожалению, Патрик ненадолго, мы с ним сделаем два концерта в Москве, один в Ярославле и в Петербурге. А речь сейчас я завел, опять же, о первом солнце. И почему я неожиданно так сделал такой вот реверанс в сторону марта сразу. Дело в том, что пятого марта малый зал, новый малый зал открытый, будет удивительный свет. Для меня всегда это, вы говорите, вот читает стихи, пишет эти стихи, да, а вот сейчас для меня вот мое волеизъявление творческий, творческий внутренний пульсирующий протобиранец рвется осветить каждую пьесу каждого музыканта индивидуально и ярко и насыщенно, чтобы свет был на равных вместе с бемолями и диезами. Вот, я вот сейчас этим предвкушением дышу. Ну, а так вот немножко я прыгаю, пускай будет синкопа. Возвращаясь к Патрику Бибелару неожиданно. Я надеюсь, что он приедет еще. И мы сможем еще поиграть. А вы будете играть в Германию? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Честно, для меня это не является основной целью, чтобы не стала играть Германия. Это должно быть как-то очень плавно и естественно. Если то, что мы делаем самоценно и интересно, вселенная найдет возможность сращивать наши разрозненные, разорвенные культурные куски, которые мы наблюдаем между Германией и Россией. Может быть, мы такой стежок, стежок, который стягивает эти вот кровоточащие. А вы уже думали о второй пластинке? Если да, то какое музыкальное пространство вы будете исследовать на этот раз? Вы имеете в виду пластинки? Конечно, я думаю. Вообще, я скажу, что… Какие перспективы сотрудничества с Патриком? Мне просто интересно. Перспективы? Ну, понимаете, мы джазовый музыкант. Вот этот проект, он сколько будет джазовый. Это значит, что мы, конечно, полагаем, Бог располагает. Конечно, хочется выступать. Конечно, может быть, расширять состав новых каких-то инструментов. Он в Германии замечательный музыкант, особенно, вы знаете, духовая школа, прекрасная. Прекрасная, очень. Есть идеи, да. Горитово Патрик, вы знаете, он выступает иногда вместе с музыкантом, который неожиданно бросает свой инструмент и начинает готовить. Представляете? Готовить. Готовить еду! Это это шоу, музыкально-кулинарное шоу. То есть, он играет, потом музыку продолжает, и он объясняет, что сейчас он будет готовить такое призывное блюдо. А музыку, кстати, это снимается на телеканере. И это же такое страшное искусство. Джазовый кушань, джазовые блюда, понимаете? Да, хан. И люди приходят, а могут пытаться. Для тех, кого джаз может быть совершенно умничество, но через свой глудок происходит постижение джазовой гармонии. Кстати, хорошая идея, вроде, для наших уже. Все цветы хорошо. Да. Но это, конечно, не естественно. То есть, это, конечно, не естественно быть и самой сутью творческого процесса. Расскажите поподробнее о последних событиях группы «Первое солнце». Планируются ли, может быть, какие-то гастроли? Да, совершенно верно. Мы сейчас уезжаем на гастроли. В феврале мы уезжаем в Нижний Новгород, в город Владимир. В Нижнем Новгороде мы будем выступать в Планетарии. Вместе с визуализацией нашей музыки, программа называется «Звездная ночь», а потом поедем в Центр термоядерных исследований Борцаров, закрытый город. Вот, там, в колючей поле. Вот, я так надеюсь, что это не остановит. Термоядерная музыка для термоядерного центра. Все, все, просто так и должно быть. Да, даже, ну, планируется еще, как я вам сказал, уже начнем, концерт вот в таком светочувствительном месте, как в Малый Зал Театра Ермовой. Ну, я, конечно же, мечтаю записывать новый диск с первым солнцем. Есть уже материал, он немножко отличается от того, что было. Открыти пару секретов. Я хочу пригласить, ну, тогда, немножко этнического, немножко этнического, духового, этнического. И вот, мне кажется, что плавно ведется к Аркадию Шукотову. Он же у Аркадию Шукотову участвовал в записи. Да, да, очень, очень хороший опыт. И я сейчас, извините, я сейчас не могу сказать именно по именам, но я вот, я знаю, что вот должно быть такой тембр, такой тембр, такой тембр. Вот так и должно звучать. И, конечно, не буду исключать электронику. Потому что все-таки первое солнце – это музыка акустического синематографа. Это музыка образов. Музыка образов. Я бы хотел, чтобы каждый человек, который слушает ее, погружался в какие-то свои собственные воспоминания, ощущения. И я бы очень хотел в этом году сделать эту запись. Потому что я чувствую, что она необходима. Она очень позитивна. Я вот сейчас, вот сейчас идет спор о лидрофаге. Да, да. Яркий, практически раздрелок, что она в величайшем славе, в рост. Есть такие просидели, которые рождают, вот такие яркие струны. Я помню 90-е годы, 80-е годы, фильм пока ярный, когда тоже каждый фильм называл какую-то множество страстей. Вот. Мне нечего сказать об этом фильме, потому что я очень люблю Лавягинцева. Я считаю его действительно выдающимся, мастером абсолютно. И фильм, судя по всему, затрагивает очень такие серьезные болезни, его важные точки. Я не смотрел, поэтому прошу прощения. Но я считаю, судя по тому, что вот какая возникает волна, мне кажется, что когда человек больной, в чем-то больной, да, вот у него болит горло, например, есть две методики. Есть методики полоскать теплым чем-то, чтобы он выздоровел, да, а есть, наоборот, есть мороженое. Да, вот. У меня так из-за этого в детстве с мамой были споры. Она все хотела полоскать, я хотела с мороженое. Вот. Сейчас мы живем в очень агрессивной среде, где людям просто не хватает солнца. Не только солнца, вот я имею в виду как-то такое физическое проявление, но просто любви, тепла, света, надежды. Отношение к себе, как к людям, которые населяют прекрасную, прекрасную землю, с выдающейся историей, героической, да, со своими взглядами и падениями. Но необходимо человеку чувствовать свою значимость и принадлежность действительно к чему-то очень важному и большому. Ну вот у нас сейчас появилось ощущение причастности из-за последних политических событий. У нас говорят о всплеске массового самосознания, о приверженности к какому-то политическому курсу и так далее. Главное, чтобы не было под мирным понятием. Солнце, поиски себя, поиски своего места в этом мире и, с другой стороны, политическое самоопределение, политическая конъюнктура и так далее. Ну, выше всего сейчас хотел бы на эту тему говорить. Я просто к чему? Я к тому, что солнце, конечно же, светит всем. И людям, которые думают так, и люди, которые думают иначе. Но необходимы витамины, чтобы хотелось после этого жить, работать и действовать. Искусство должно приносить радость и утешение. Это сказано Баха. Радость и утешение. Есть действительно искусство, как кнопка в попеле, как иголка. Очнитесь. Я, например, удивляюсь, почему Достоевский так популярный в Японии. И просто все, просто япония, все настолько уже, как такие клеточки, все уже понятно, все уже раскадровано. Ты-то находишься, как в сомах. Все. А Достоевский долг срывает мозг. Все шоколадные. И поэтому того, чего не хватает, к этому стремишься. И думаешь, Боже мой, вот и настоящая жизнь. Вот Достоевского. А когда ты сидишь, сам капает с потолка, у тебя там больная мать или еще что-то. И ты еще читаешь, пусть к этому Достоевского. Уж Боже, мне уйти от этого. Как это? А тут ты еще грудишь и говоришь, что все, жизнь это все. Только остается достать веревку и что-нибудь такое сделать. Вот. Поэтому всему свое время. Каждому. Вот сейчас, как мне кажется, пора все-таки для того, чтобы на мой взгляд, ну, просто полюбить нас. Полюбить человека. Русского человека. Ну, тот, кто живет в нашей стране. Дать им возможность для оптимизма. Пускай это будет музыка. Пускай это будет оторвано от всех ужасов, всего прочего. Да, да, я согласен. Но искусство должно радовать и утешать. Я хотел бы сделать в этом году такой альбом, который мы просто ставили в машину и не хотели выключать, потому что там вот те самые витамины Солнца. Что ты чувствуешь? Вот я должен сказать, что ваша была 12 месяцев. Один из таких. Один из таких. Спасибо. Я думаю, что в этом плане можно еще и нужно еще творить и развиваться. Большое спасибо, Владимир. Это был Владимир Головков. Специально для Орбит и радио 1 Джазру. До свидания. Спасибо. До свидания.